Это уже что мне могли передать из Казахстана, что они передали мне. Вот я вам говорила, что там, да, у казахов вообще большое влияние было, конечно, первые надписи, которые были разными, да, там все были Казахстаном, да, это были, ну, конечно, вот эти знаки, которые вызывают их казахи-тамбамы. Также на территории Казахстана были не только вот такие лампусы, да, были найдены, да, а также они имели свое значение. Например, вот самый трезубец, да, это вот в истории Греции есть, да, встречается этот трезубец, да, а у казахов это была как бы символом чинезинов. Это потом не чинез хана, только маврец был вот этот знак, да, а следующий знак тоже, это уже было найдено в Казахстане, там тоже, да, это нарисовано на лутау. Здесь тоже знак чинезидов, да, вот, и здесь флаги потомков чинез хана. Вот это, например, флаг Чагадая, который управил там юго-восточное Казахстане и в Монголии, а вот этот в синем свете, это, конечно, флаг хана, млайхана, который управил 18 веке на территории Казахстана. Также вот я здесь хочу показать вам, где вы видите. Вот. Это, можно говорить, ну, похоже на романических памятников, да, вот это, но я вам хочу сказать, что первые надписи, первые, которые использовала Чингиска, это на якутском языке было. Это, значит, восточный Казахстан, влияние улгуров, да, поэтому многие запрямые и также российские авторы говорят, что Чингискан, там, он был не только монголом, он был и тюрком, потому что он принял именно социальную и политическую структуру тюркского еля, тюркских карбонатов. Также использовал он вот такую вот уничественную надпись, да, по-другому «Игурские письменности» назывался. Также у казахов, и особенно у чингисидов, были печати. Эти печати были найдены в российских архивах. Вот, как вы видите, здесь круглая печать, казахов как «Бия». «Бия» — это среди казахов были студии, которые проводили процессуально именно уголовные, там, административные, где они занимались. Они были с судьями, и вот у них была такая печать. И также были печати у других, вот здесь на Кавахском университете написано, что это печать именно «Биев», «Батыров», ну «Батыры» — это, что вы знаете, да, что в плане такие «Батыры», «Богатыры». Да? И «Аксакалов». Аксакалов среди казахов, конечно, вот совет аксакалов, я уже вчера говорила, среди казахов, не очень распространена, она более-менее у киргизов встречается. А институт «Бийства», институт «Батерства», я вам хочу сказать, что вся устная творчество казахов — это именно эпосы. Потому что кто такой казах? Казах — это печельник. И, конечно, вся устная творчество, это всё повлияло на устное творчество, поэтому в тюркский период очень много было юридических и юридических таких устных произведений, которые до сих пор казахи помнят, знают и которые сохранили в письменном виде. Также, конечно, если о духовной культуре говорить, да, очень много археологических находок, очень много на территории Казахстана, которые свидетельствуют о том, что на территории Казахстана было несколько направлений религий. Например, до VI века на территории Казахстана влияние царостризма, влияние манихинистов, ну, все эти как бы не только просто голословно, это как бы доказано археологическими находками, которые были найдены в Южном Казахстане, это после древнего города Казахстана, были найдены очень много монастырей, буддистские монастырей, там растопки, когда прокладились, были найдены именно такие разные элементы, которые доказывают, что на территории Казахстана была религия манихистов, которая пришла из восточного Ирана. Также через, конечно, шел какой путь на территории Казахстана пришла, конечно, буддизм. Например, один из самых знаменитых китайских историков сам пишет, когда я приехал на территорию Семеречи, там люди ходили в белых парадных одеждах. Как я заметила, они являются буддийскими монахами, они жили в чурском Каганате при Кагане Таспале, потому что сам Таспар Каган принял эту религию буддизм. Также многие правители чурского Каганата принимали разные религии, поэтому мы не можем говорить, что сразу с 8 века на территории Казахстана распространился ислам. Ислам, как бы, нужно говорить, конечно, первым принял это Каганитское государство, но влияние и политическую поддержку получил только при образовании казахства ханского. Потому что первые правители казахских ханств, они были чинзитами, конечно, они потомками Чинистана, но они в то же время брали в себе жены именно выходцы из Сифиды. Их назвали еще потомками пророка, и их назвали еще саиминами среди, и казашек очень вот это имя распространено. Но это такая социальная группа была, которая именно чинзиты на них и женились, чтобы поднять свой статус. Также повлиять на политику, чтобы ислам стал религией. Например, есть очень много спорных моментов. Например, изучая историю Золотой Анды, в наших учебниках написано казахстанских учебников. Так что при хане, в узбеке хане, при жанбеке хане, золотождинские ханы приняли ислам. Но есть еще другие взгляды, которые читал лекцию из университета Висхозе, знаменит, многие его знают. Он говорит, нет, наоборот, влияние ислам повлияло именно распаду Золотой Орды. Потому что там Золотая Орда была империя, там были несколько государств. Ну, государства были православные, территория Сибири, шаманизм. Но ханы, узбек, при жанбеке, они на политическом уровне приняли ислам и начали заставлять, что другие периферии Золотой Орды должны тоже принять ислам. И вот это именно повлияло распаду Золотой Орды. Ну и в нынешнее время, конечно, элементы шаманизма, элементы тимурианства, элементы умаяна у казахов сохранились. Например, это очень ярко можно увидеть в обычаях казахов. Например, когда принимают инфесты, они как бы чтят, потом читают как бы не молитву, а говорят Тан-Ры. Многие казахи не говорят как-то в исламе, да, там, Ля-Дабыла Аллах, Мухаммад, Расул Аллах, да, они говорят Тан-Ры. Это не значит, что казахи все, они до сих пор, как бы, как бы, тимурианство это монетическая религия, но там нет книги, да, в исламе есть книга Куран, которые, там, можно почитать, можно знать, как жить там, что такое. Поэтому нынешние казахи все равно, многие нынешние казахи, особенно советские, те, которые с советских времен, верят Богу они, прежде чего называют Аллахом, все время говорят Тан-Ры Сахфа-сан, Тан-Ры Коба-сан, да, и, увидев это, зарубежные гости считают, что вот казахи там не все нажимания, потому что они не верят в Аллаха, они верят Тан-Ры, тимурианство. Это, конечно, я вам хочу сказать, знаменитый есть философ, культуролог, а у него и работы на языке выходили. Он утверждает, что, конечно, казахи это до сих пор, как бы, это тимурианство, что не все казахи мусульмане, что нельзя говорить, что они все верят в Аллаха, они верят в тимурианство. Ну, такие разные точки мнения существуют, мы должны об этом говорить, но в нынешнее время по нашей Конституции мы, конечно, празднуем праздники Курбанай, мы и празднуем православные праздники, так что у нас, как бы, религия, такой унитарная государство, где можно... Ну, казахи, сама по себе, если говорить, что такое Казахстан, это Казахстан, конечно, толерантный, они толерантны, они транспарантны, очень открытый народ. Так же казахи могут быть и традиционалистами. Например, если вы покупаете на юге Казахстана, тогда вы увидите, что казахи там соблюдают свою традицию, чтят свои традиции, да, и очень, как бы, дорожат этим, что у них есть традиция. Ну, так же есть у нас северные казахи, которые уже позабыли, но сейчас происходит то, что многие казахи, которые жившие в Чузбинах, в других странах, да, из Китая, из Ирана, возвращаются, они, как бы, не только сами возвращаются, но также они нам, с собой, но не культуры, а позабывшую нашу традицию, они обновляют, да, так что мы с нынешним времен, казахстанцы, которые давно, с советских времен там живут, этнические казахи, и те казахи, которые после распада Советского Союза вернулись, конечно, большую традицию знают те, которые вернулись из Китая, из Ирана, из других стран. У нас в Казахстане именно очень активно будет изучать шелковый путь, есть такая книжка, называется «Великий шелковый путь», это на казахском языке, на английском языке, на русском, на английском языке, который автором появляется, Карл Лайпаков, такая большая книга со всеми описаниями и роль, конечно, «Великий шелковый путь». Вообще, до какого века просуществовала «Великий шелковый путь»? Как вы думаете? До какого века, уважаемые студенты? Ну, это вот именно в этой книжке вот этот сих порный момент обсуждается. Многие, именно Карл Лайпаков указывают, что все эти города, что влияние буддизма, это чай, это шелк, это все, да, посуществовало до 13-го века. До 13-го века. А, конечно, западные историки говорят, что это до 17-го века «Великий шелковый путь, который проходил через территорию Казахстана». Вообще, «Великий шелковый путь», если об этом говорить, тогда можно сказать, что тюркские коронаты, для тюркских коронатов, для казахских ханов, «Великий шелковый путь» экономическом плане никакой выгоды не приносил. Потому что шелковый путь начинался с Китая, там были большие дороги, две дороги, которые проходили через территорию Казахстана, и все это шло до Ирана. И вся прибыль, конечно, шла правителем того времени, его называли еще самым богатым человеком, который торговал шоком для Византии, для всей Европы, его называли правителем Кусрау. И тюркские каганы после завоевания Китая, они оттуда вывезли очень дешевый шелк и хотели тоже получить прибыль. Кочевник, который всегда занимался кочевым скотоводством, хотел заняться торговлей. Но после, как этот шелк прибыли в Иран, они подожгли. Потому что, когда стало времени, их инвалид, например, сейчас не за чем влиять на войну. В то время, конечно, для тюркских каганатов и других стран важную роль не было шелк. Поэтому они подожгли этот шелк, чтобы не снизить цену шелка. Вот такие из моментов. Теперь одним из ярких духовных туры вперед — это XIX век. В XIX век мы уже в составе Российской империи. Очень много реформ. Это начиная с реформы Эспиранского, Эссена. И также очень много реформ Игоря Стронова, который проводил «Возвольные желания». Он также проводил на территории Казахстана административные реформы. Но Казахстан, конечно, в это время как Казахстан, мы не можем говорить. Это уже в составе Российской империи. Это как регион Российской империи существовал. В нынешнее время очень так эта проблема обсуждалась. Это после распада СССР особенно. Многие говорили, что в составе Российской империи были колонии. Мы были отставками. Происходила русский традиция, духовная экспансия происходила. Также обсуждалось, что культура Европы через ворота России мы получали. Например, Аббат Манбаев переводил знаменитые стихи Гёте. Он переводил с русского языка. Многие казахские посетители знали арабский язык, знали, конечно, другие восточные языки. Но, зная русский язык, конечно, они изучали, знали уже Европу. Понимали, знали и хотели узнавать, что такое культуру Европы. Здесь несколько наши посетители XIX века, композиторы. Например, о них можно рассказывать очень много. По одежде можно судить, что в XIX веке казахи одевались по-разному. Например, Ахан Сера немножко по-европейски, но его соседство все не другое. Например, Казан Багло, его настоящие в XIX веке казахи так и одевались. И Бржан Сау тоже. Может, там фотография источена, но вы можете это убедить. Именно между XIX веком и композитором. И, конечно, у казахов есть такая культурная мероприятия, называется «Айтос». Наши национальные инструменты, область. Также все здесь указаны достопримечательности нашего Казахстана. Это Кожахмедия Сарык, о котором я вам уже говорила. Кожахмедия Сарык, о том, что казахи и кочевники, ходят по Копу. Также у Абай очень много стихов, которые были освещены охотниками. Вот это наша гостиница «Казахстан», которая была построена. Конечно, в нынешнее время было очень много архитектурных сооружений, которые были построены после поспада СССР. Но есть основные… Например, я когда попознала гулять, вы показывали мне достопримечательницы. У вас там «Визуальная история» называется. Это я посмотрела… Так как я уже была в Германии, я увидела, что у вас архитектура немножко… Это понятно, что архитектура – там похожие здания. А уже где у вас старые здания, там уже немножко есть в польской. А также в Казахстане многие архитектурные памятники построены в Алматы именно. Это уже прероссийский империй. Так что там можно… Не так уж много, но в окрестностях Алматы были найдены золотой человек, который сейчас является символом Казахстана. Там проба золота – 99. Сколько самая высокая проба? Самая высокая проба золота. Ну, это природа Казахстана. Это Медео. Вам в этом будет заботиться такое, наверное, самое такое ущелье знаменитое. А это наши национальные инструменты. Вот я сейчас… В колоке я им подарила «Думра». Это наш национальный инструмент. Также вот этот «Кобес» называется. «Но шамбаус». Сейчас я могу… Я хочу подарить вам, поставить для студентов, которые здесь… Слышали, да? Так что это вот наш музыкальный инструмент. Также это наш символ, который… Средневековый. Я специально привезла для ваших камер. У меня теперь такой вопрос для пани Андрея. Вот присутствующим студентам я мог вам отправить сертификат, что они послушали этот семинар. Когда-нибудь участвовали в каких-то рамках, я думаю, что это конечно для них… Если хотят студенты, я могу сделать вот этот организм. Для них написать, что они послушали на русском языке, а потом два часа, и там скоро час. Но это очень приятно сказать. Первый раз, если наши студенты могут поучить, наверное. Но надо спросить, если они будут интересны. А сами это возможности, да? Потому что многие наши иностранные, тоже зарубежные офисера, которые приезжали, тоже очень было приятно для наших студентов. Когда они оставляют сертификат, да, я также могу по почте, мне по информации, побольше еще собрать седанных студентов, и прямо в таком бланке нашего университета отправить, что эти студенты послушали этот фрукт. Если вы… Ну, конечно, может, вы в Восточном саду на Европу занимаетесь. Не как цифровый, да? Там в основном все казахский мирский плотей, историю Казахстана очень интересуются, да? Там совсем… Ну, вы же историки. Так что, когда-нибудь понадобится, да, это можно решить. Спасибо за внимание. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Кстати, я могу оставить электроны, и такой вариант сегодняшней лекции. Вы можете это посмотреть. Это вы держали на картинге, и каждый из вас может посмотреть, что такое, вообще, какую культуру казахов прочитать, да? Ну, конечно, у вас в латинске же, да? Ну… Ну… Ну, хириллицы вот читают, оказывается. Да, да. Это, конечно. А? Пристоят, павелка. А? Пристоят, павелка, я думаю. Хорошо. А это, если можно, сейчас у вас уже подвекована. Да, да, без визы, а конечно, просто так, как подплакировали. Да, да. Не, что мы можем подвела, потому что мы можем подвела, и у вас есть, что бы, может быть в латинске, и может быть на полномочке в полном журнале. И это вопрос… Можно, да, обсудить. Очень такое, да. Хорошее предложение, да. Потом мы сейчас сделаем… вот будет семинар для студентов, чтобы каждый где-то вне странницы переводил, потом специалист посмотрит, и хорошо переводит, и хорошо переводит. Ну, вы, уважаемые студенты, владеете, да, русским методом, да, так что можете задавать спокойно ваши вопросы. Не хватит. Но у вас сегодня, мы с вами говорили, что у нас сегодня не нужно будет как семинар, да? Да, да, да. На, как бы, будем обсуждать, говорить, да? Вчера у нас немножко доклада получилась, а сегодня там доклада, да? Но там очень много про встречу вопросов, потому что это… как и так, чего поводят там, и по истории, тут, что там паразм, что там… Ну, надо сказать, что… там есть только в Туркоове, но у нас в Астасшуме институте, я думаю, что это не только в Астасшуме Европу, это, что это… Центра Азиатские, Козаты Азиатские, и Сибирские, которые мы проводим, так что мы стараемся с матыть на бывший советский союз, в Астасшуме… Да, да, у них народы, у них народы, у них народы, у них народы, у них народы… Ну, Сибирь – это тоже тюркские народы, друг другу, друг друга, без перехода понимаем сибирских народов, потому что, например, с нами рядом находятся государства Женистан, сложно их понимать, если не нужно… Да. А с сибирскими народами у нас, у казахов, у нас потары, с сибирскими потары, очень похожи на язык. Слушай, если можно, вопрос по поводу тюнкьянства, как сегодня тюнкьянство занимается в повсюзе из культурной среды, и то, что в политической стороне есть дискуссия, а там, что тюнкьянство начинается считается как-то на баре, до логе, которые могут разные тюркские, как-то, как-то, от идентификацию. То, что вы проживали на Ягуте, и то, что эти вопросы очень сильные, даже падают сей час в таких странах, то, что… как идентификацию, да? Да, да, да. Как вы принимаете на политическом уровне, и на политическом уровне, и на политическом уровне? Ну, на политическом уровне у нас не дают посмотреть гвязну, как… Посматривать, как идентичность, когда идентичность, это, конечно, уже не знаю, идентификация. Но я вам уже говорила, вот у нас есть Ауэзи Худар, потом дочка знаменимого писателя, ну, второго вызова, и дочка, да, которая здесь живет, вот здесь, и где-то в Австрии, она в Кентриче проводила конференцию, да, она ведь вот проблемами занимается, что тихий мянство там… Именно у Ауэзи Худара там есть в Минске очень много статей, что казахи, они сами понимают, они до сих пор идут. Ну, для объединения тюркских народов, нынешних, да, тюркских народов, нужен сибирианство для интеграции тюркских народов, чтобы, там, сибирские тюркские, да, тюркские народы, и кафарат, и кафарат, и тюркские народы, да, и тот же Тунис, и на это тоже так посмотрите, но на политическом уровне, государственного уровня, тюркские народы, у нас особо не приветствуются. А как называется, семинар глава всех международных и всемирных религиях в Астане, там большая пирамида, да, сестивали, президент приглашает представители разных… Конференции, да. Да, 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 и представители тюркские народы тоже в этом участвуют? Да, 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 да. Да, да, да. Даже вот у нас суфизм даже как бы не приветствует, я вам ислам, распространение ислама через суфизм, да, я сказала, но если вы в Казахстан приедете, будут говорить, что суфизм – это такое аскетическое направление, что он в москве там, что он… это уже было говорить, что это другой ислам, другой ислам. Но я говорю, что нет другого ислама, потому что ислам единый. А я, кстати, с таким взглядом и течением, это даже как, под углом, тим, как ислам. Это имман Алиев, как-то такие киргизские, на чём мы говорим, и предлагает это в качестве будущего религиозного течения для Средней Азии. Имея в виду, что он получает ислам, получает традиции, и более чем ислам открыт для других конфессий. Сингильянцев, да? Тенгри-Ислам. Тенгри-Ислам. Да. Тенгри-Ислам. Так он это называет. Но не знаю, насколько это распространённый взгляд, насколько это авторские, вы уже предложили. Вопрос в стилизме вообще с таком термином, как тенгри-Ислам, или нет? Я вас впервые слышала. В будущем я, в основном, я не слышала, такого тенгри-Ислам, да? Да. Я вам ещё раз хочу сказать, что у нас, как институция, конечно, именно ислам, и право слава христианства, право, официально, мы видим, но тенгрианство, многие культурологи не занимаются именно как идея, для интеграции будущих русских народов, да? Ну, они не сам, там, приверживаются, как именно, говорили, что казахи, это тенгри-Ислам, это всё, да? И даже написал эту книгу, даже кто, может в интернете посмотреть, это, у нас туда, такой, самый знаменитый, как следует, кинтрианство, он сам тоже придерживается, кинтрианство, да? Он говорит, например, это из-за чего, я понимаю, потому что, что, есть, какой труд, 16-го века, работа, возглавных, узбихами, михманного хорана, приведённый на английский язык, и он был писарем Мухаммеда Шириани, который воевал против казахов. Там он пишет, что казахи, они, как бы, чистые исламы, они коферы, ну, конечно, они верят Богу, они верят в тенге, но они не мусульмане, поэтому, конечно, что там политический аспект был, конечно, что Мухаммед Шириани хотел завоевать территорию Казахстана, поэтому он получил из арабского халифата, это было в 1543 году, это в 16 веке, получил такую грану, что он начинает казаховить, да? или в порту джихад называют, да? Против кофиров. И кофирами называли казахов, да? В 16 веке. Вот такой источник есть. Многие, этот источник приведён на английский язык, и многие с этими источниками знакомы, поэтому говорят, что какой-то вопрос, можно сказать, что Казахстан и Казахстан были, и мусульмане, да? что так пишут, Казахи там придерживались герой, мусульманства, они утрамплякам там хорошо описывают, что выходят на улицу, и говорят, ну, ух хамре, то есть мусульмане, мусульмане, ну, также в это же время, да? тоже тут Мухаммеда Хагарабуладзи, называется, да? Мухаммеда Хагарабуладзи, где он пишет, что, наоборот, казахи все мусульмане, в один день 1800 человек приняли ислам, пишут, мухаммеда Хагарабуладзи, этот источник, все источники одного столетия, но по разному, информация разная, да? Вот, а у меня вопрос, вот я встречу о казахстане с таким подходом, что просто и один источник, и другой он прав, просто описывает, разные племена казахстана, первая, представляете себе, а регионально, юг, тарифи южкин, юг, это два разных мира. Правильно, да. Ну, это вот, мы должны на это тоже обратить внимание, только даже я и говорила, о том, что казахское общество, это все-таки это было на временном общество, где племена, конечно, нельзя говорить, что все эти племена, сейчас мы уже стартые студенты, там, если казах, там уже, из какой племени, если казах, там, ну, больше титула, да, у этого казаха, нет такого, но у разных племен, конечно, это был просто интегрующий момент, что все племена в 16 веке образовались, образовали казахское ханство, но само звание казаха, это, конечно, аж, но, конечно, в нынешнее время, даже, мы можем с вами, мы на одном языке говорим на казахском языке, но в то же время у нас, как бы, восприятие, поведение, да, Южного Казахстана отличается от Северного Казахстана. Люди по-другому воспринимают, по-другому, как бы, ведут себя, да, например, для Южного Казахстана, там, именно Южный, Южный Казахстан, женщине, замужшей женщине выйти без платка, да, это вообще, это что-то такое, а вот для Северного Казахстана они даже не понимают, что надо носить, если ты уже невестка, что-то должна носить платок, это для них идентично. Но они, одни и те же казахи, одни и те же, по-разному, всегда. После Южного Казахстана у нас была традиция, хорошо здыхание, чем в Северном Казахстане. Ну, в Северном Казахстане, у нас это большинство казахов и чурманов, в основном у нас очень-очень обсуждаются этот вопрос, о котором мы говорили даже о фильме, в смысле, из фильма «Тернерэ», называется, где второй фильм, это немножко замыщенный фильм, связанный с Тингрясом, и «Тингрясение» А можно сказать, что это Геанство более поправно у молодых людей, у людей, у них нет своих людей? А можно сказать, что в каком-то ступени мы сами делаем на эти проблемы. Можно, как можно сказать, что существует в культуре казахов. Так, как вы сказали, что международные и международные, антропоологи, в том, что они занимаются, а местные люди иногда совсем не знают, в чем дело. И когда пришло такие вопросы, например, о шаманизме. Я тоже примерно работал шаманизм в Сибири и в Африке. И концерт шаманизма это распространение пассейн-миду. И в Африке тоже используются в тюрьме. Есть шам-шам-шам-шам-шам, но это ученый, да, используются в тюрьме. И примерно был такой интересный случай, что очень интересная героя, что-то было построено шаманизмом у пушленов в Южной Африки. Я был пушлен в Институте научно-исследовательской области, в Университете, и спросили, кто там был ученого, а скаржение, я даже не знаю, что это шаманизм? Потому что у людей говорят, что это шаманизм. Я же вам показывала инструмент, да, область. Это вот именно такой элемент шаманизма. Одним из основателей шаманизма в Центральной Азии это Куркат Адап. Как его называют еще. Куркат Адап именно своим, играя на области, да, предсказывал и всякие вот движения, ну, движения, боксы, он делал, мечи у людей. Также предсказывал будущее, что когда потомки, что потомки мои будут жить среди русских миц, они сказали, да, что территория Университета и Демиджайна, ну, это реперейки, большие возрастания, борта, и Урау идет, сбусть целую сторону, да. И вот это вам все предсказывало. Но у нас вот, если шаманизм не говорит, у нас уже в структуре очень радово рассматривает вот именно вот этот инструмент полос, вот этот инструмент, да, шам-поуз называется, да, именно, и именно вот о Куркат Адап. Куркат Адап, это потом где-то, я буду доставить, было написано где-то в письменном виде, появилось в 16 веке, до 16 века это была известная история, она потом появилась, что шаманизм, шаманизм, вообще, и, между прочим, в Сибири тоже знают Курката. Очень хорошо знают, потому что у них там, приезжали даже из Антары, там тоже приезжали многие ученые во время, именно изучали Курката. Он жил на территории Университета, на территории между Узбекистаном и Казахстаном, не в Казахстане, а не в Узбекистане, даже в Сахтане, да, и вот он был шаманизм, и шаманизм, тенгерианство, нынешнее время, цикл историков, изучается очень хорошо, да, если будет возможность, вы можете, прочитать на Казахстане, в Сибири тоже есть работы, посвященные, посвященные именно, изучают там тенгерианство, именно элементы, сохранив на сих пор указан элементы тенгерианства. Да, это очень интересные группы, которые, то есть, даровал Казахстаном, Анджей, в антропуо, где-то действительно изображенная традиция. Бывает, что ученые просто являются не по своей, не по собственной воле даже, так как делают шаманов с этими, которые не чувствуют себя и не делают что-то другое, или просто своими исследованиями, своими вопросами подоставляют знания, которого у них не было, у наших информаторов, значит, не было, но они учатся от ученых и потом продают или включают это в свой сред, и потом передают хотя бы ученым-исследователям, что-то их. Мы встречаемся очень часто в научных исследованиях, когда осторожно подходить на таких явлений, как возрождение какой-то традиции, возрождение тенгерианства. Насколько это на самом деле возрождение, и насколько это просто новая традиция, которые верили и знавателям. Нет, читая вот работу Амаза Куда, вы можете запросто подумать, что у нас в Казахстане происходит возрождение тенгерианства. Да. Но он же не историк, он культуролог, он сам приветствует тенгерианского, у него есть круг общения, в котором он как бы общается, вы спрашивали какого возраста. У нас молодежь не знает, что такое тенгерианство. Я зовут. У нас с Казахстана наш студент забита, с филологического комитета. Астанин его знает, его зовут. Но вы, например, что такое тенгерианство, не знаете. Понятно же? Вы не знаете, потому что молодежь нас не знает. Но вы как правильно заметили, мы это преследовали. Интеллигенция именно в казахской среде, и среде сибирских татаров. А в Сибири очень много которых хотят. Потому что они акцентируют на том, что именно ислам, да, повлияло на огромность чурских народов. Да? Если бы золотая окна не влинила бы исламом, то чурский народ бы как бы интегрировала и бы поднимался вот так. А ислам, как бы, после принятия ислама, отказа от тенгерианства, вот реально вот такую, как бы, на свою историю, да? Такие восприятия есть. А если ты приверженся чурской цивилизации, значит, ты должен быть приветствовать тенгерианство. Чурской тенгериан, как бы, 6-го, 15-го лет. А скажите, может, какие есть такие отношения для глаголной науки и таких простых людей до других этносов турецких этносов региона? Вы говорили, что есть много общего историка. Там делают там дискуссии, кто был казахом там раньше, или узбеком, да? А какие тенденции в отношении до других? Которые такие, как на особо, такие казахи, которые не имеют такие самые очень близкие, которые такие, ну, разные армии. Ну, не знаю, сейчас того, что просто не знаю, что там было. В школе, да? А не страшно. Он есть, как вас любят, или любят других там, как вы там выживаетесь, у вас такие, ну, столько налогов, сто пятьдесят, много там, да? Это, как вы там, как производят? Ну, конечно, я не могу сказать, что у нас там все два, что мы всех любим, мы всех обожаем, и все такое. Ну, как вы говорите, научная среда есть, как вы говорите, да? И есть простые люди, которые по-другому все это воспринимают. Этот факт большейства, которое произошло на городе Жанна Рузене, да? Простые люди, как бы, по-другому воспринимают все это. Потому что у нас в Казахстане сейчас живут, не только у которых жили раньше, да? Сейчас включают многие именно инструкции, да? Какие большие компании, и скидают такие большие компании. Но эти компании не только у нас работают, но они собой приводят рабочую силу. И простые казахстанцы, которые в этой компании работают, они меньше получают, чем те, которые приехали. Начало конфликта – это и уровень. Так что, как бы, у нас научное среда не может быть в самом деле, и в основном у нас немножко вот и в том числе принимают. Но, что, например, вы говорите сейчас актуально, да, для нашей исторической науки? В 90-е годы были актуальны, например, не так. Ну, многие савстанские учёные занимались неплохо творчеством, что говорили казаки, это самый древний народ, там, казаки, это всё. Такого сейчас нет. Сейчас агентивно говорят, что это Казахстан, мы везде говорим, что Казахстан работал в 15-м веке, после концентрации русских народов, да? У нас, где наш признак называется Атанда, это государство 14-го века, мы начинаем свою политическую историю, да, именно с историей Атанда 14-го века. Мы не говорили там, что чурский казахстан это тоже казахстан. Мы не говорили, там будет общая чурская цивилизация. В нынешнее время, конечно, у нас история, это очень сложный момент, потому что после вхождения, после реформ в образовательной системе, нам приходится искать, если человек хочет наукой заниматься, он должен иметь уже степень переждения. Например, вы сами подумайте, да, у нас есть кафедра истории Казахстана, которая занимается специфически там, историей Казахстана, этнагенез, жузы, да, родопременный состав казахстан, да, и нам нужен, например, социум-вуководитель. Где мы можем быть социум-вуководителем? Очень сложно, очень сложно. А есть у нас есть другие кафедры, которые занимаются историей Запада, историей Настолка, историей многих других стран, но им легко. Поэтому у нас так получается, что когда надвиждие поступает, основное придет на ту кафедру. потому что больше шансов получить соу-вуководителя их стран, нежели те, которые занимаются историей Настолки. Ну, конечно, в России есть многие историки, но они не могут проводить, как они входят в Минерсию. Ну, конечно, Россия тоже подписала по-русски 20-100, но Кабалунский процесс у них, еще не прежде, там нету PHD, есть университет Томска, и еще в Минерсии. Но там эти технические музыки. Для гуманитарников это очень красиво, сейчас ситуация. Поэтому вот я у вас собираюсь эти минерсии. Не только здесь, я в Германии своему помню, там название тоже есть ученые шансы, как писарок. Но они занимаются сталинским манеремом, и это немножко уже историка, которая там есть, наверное, немножко похожа. поэтому они написали, потому что они могут проводить для тех, кто занимается именно историей сталинизма, передсталинизма. И это то, что в Казахстане можно украшать вопрос, в Казахстане. Да, да. У нас есть история сталинизма, который уже сталинизма. А как там тут все часто слышал, там не русские. Нет, не русские. Там где писать, а не учить, а не в академических книгах в школе. И это история там. Как может быть такие местные интерпретации, чтобы сделать лучше цивилизацию русских? Мы через это уже прошли. В 90-е годы Вы называли всех казахами. Назавали казахами. Значит, что уже Шарикевов уже на пенсии? Я вам хочу сказать, что он не на пенсии. Он работает, он еще когда мы учились, ему 85 лет, он еще воевал в Великой Казахе он именно вот эту идею говорит правильный 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 он везде говорит, что казахи это не хакченки. Казахи они были оселы. Казах это городская кузова так как существовала на территории где проходила шелковая путь, там были города. поэтому поддерживающая кем как археолог он проводил археолог востоке и поэтому говорят, что казахи другая цивилизация но не качельники они вообще не являются качельниками и все племена которые живут на территории они все кто-то казахи поэтому наш профессор очень хорошо знает потому что в 2002 году у нас профессор читал лекции и он просто приходил туда и говорили что мы встретились где-то первый раз в 90-ом году он объяснил но я немножко был против если 20 я встречаюсь а я все таки тебе говорю что казахи это политическое устройство казахи это потому что он везде отвечает не так потому что он как в советское время он думает у нас качевики то мы значит а еще нет не 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 если можно вы задавали что самым популярным жанром до его не не ум не Ну, конечно, будет хорошо. Спасибо за вопрос. Вообще, эпосы – это устное творчество казана. Начиная с шестого века, это с тюркских времен существовал только устное творчество казана. В эпосах – это как история из устной истории, там описывалась борьба между криминами. И, конечно, есть и эпосы, это значит обыгры, обыгры, подвиги, тоже истории Европы это есть. Например, как называли паттерами, можно сравнивать с историей группы, который воевал, защищал… Рыцарь. Рыцарь. Рыцарь, да, институт рыцарь, рыцарь. Где не можно сравнивать именно рыцарство и устное творчество, именно эти к ним относятся. А нынешняя литература казахская и литература очень разносторонны. Есть, например, я сама очень читаю работы советских времен, авторов советских времен. Например, у нас каждый казах должен прочитать труд «Сударом вызова» «Амбай Жолом» называется. Это вот «Амбай Кнабай». Каждый казах должен прочитать, если не знает. В наше советское время, конечно, все было по-другому. Мы, видимо, посланы читали, мы и знали на Иисус все стихи Пушкина и Вернингова. И не знаем, если бы я не почитала Леонид Николаевича Толстого, «Война и мир», я точнее ничего не знаю. Вот так было. Сейчас, конечно, я возьму, у меня взрослая художка в 17 лет. По ее ориентиру могу сказать, что она, например, читает. Ну, кроме, как сказать, «Фромантина». Она читает, конечно, казахскую классику. Обязательно. Немножко у казаха, конечно, сейчас изменится вкус литературы. В наше время мы «Амбай Жолом», конечно, в первую очередь не «Амбай Жолом» читали. Мы читали, как я говорю, Леонид Николаевича Толстого. А сейчас каждый казахский ребенок уже в пятом классе начинает читать «Амбай Жолом». Это не просто эпопея, там 500-600 страниц. Так что, прочитая эту книгу, конечно, каждый казах уже становится казахом. Но также есть современная литература. Это современная литература у нас сейчас. Многие знаменитые, не знаменитые, можно говорить, что современные писатели, они из Курабана, которые вернулись из Китая, которые вернулись в Магурии. Есть и казахстанские поэты и писатели. Но в основном сейчас модно читать такие работы. Как они же читали, что происходило, потом как они вернулись сюда. Например, такие тоже можно читать. Ну, у нас литература сейчас в западную литературу тоже. У многих студентов читают, очень много читают в западную литературу. Но в наше время каждый человек должен был знать обязательно о том, о том, о том. Но все равно не знали. А сейчас, например, моя дочка не знает из-за этого, наверное, какой-то ничего. Учителя есть собак. Учителя есть собак. Учителя есть собак. Это наше поколение. Это санта. Лес. Из-за этого меня просто страшно упрало. Потому что этот сериал я постоянно смотрела. У нас очень, как бы... Я вам сразу хочу сказать, что если вы у нас на пути, если вы помпаетесь, видите, что очень много стран, да, в его момент. Но у нас именно историю Польши, да, хорошо изучается. Написаны четыре работы, посвященные именно историю Польши. Переселенец Польши, да? Вот как в Маляке. И саму Лауну уже, да? Ну конечно. Да. Лауну, да. Она, вот она моя супостница. Она написала работу о переселенных поляков, которые в нынешнее время использованы в Центральном Казахстане и в Северном Казахстане. Для написания этой работы она использовала очень много архивных материалов. Потому что в архиве очень много историк маляков, переселенцев. Сколько их переселенилось на территорию Польши, как выложили, как документы они получали. И все это у нас в архивах есть, да? Кроме, вот, истинного уровня, да? Ну, всех не тех, что, может, маме это сильно многое, знаете. Так же у нас есть самшитинного уровня, который даже по программе, по вашей программе, да? По этой программе. То есть она в разных книгах. В разных книгах. В разных книгах. Она тоже сюда приезжала, она тоже занимается историей Польши, да? Не сказать, что все наши ученые занимаются историей Польши, историей Чирехи, да? Нет такого. У нас историей Польши многие занимаются. Поэтому меня просто заинтересовало, прямо заинтриговало, что такое, что за вуз, да? Профессора, может быть, давно знали, в Казахстане, да? Это вообще хорошая приведка, когда именно многие мои сокурсники начали писать о переселенцев поляков, да? У меня вот сокурсница из Саварура, которая именно у профессора получала консультацию из архивных материалов, написала о переселенцев поляков, да? И также о истории поляков. Второй мы сокурсинах тоже написал работу. Вы подумайте, да? Очень много стран, и именно о истории поляков у нас очень много пишется. Очень много пишется. Не просто так, да? Можешь теперь напишется. У студентами куда-нибудь открывают. И в своем большем большем. Можно еще одиннадцать вопросов религиолога. На счет современной литературы. Кто сидит в этом большем здании дом писателей? Раньше там были этнические, немецкие, русские. Кто теперь казахский литерат? Ага. Возглавляют дом писателей. Ну, раньше были это денежные привилегии. Сейчас такие привилегии нет. Но в доме писателей возглавляют Уразалин. Не персонально, просто кто это? А, писатель. Казахские писатели. Какие темы понимают, кроме этих арманских? Ну, разные темы. Ну, они все, я вам скажу, в возрасте Шарикева. А молодых нет? А молодых я уже говорила. Многие читаемые авторы, они в этом здании не сидят. Но они читаемые авторы, которые окончили наш университет. Они уралманы. Они очень хорошо пишут. На казахском языке имеется. Ну, да. Оно самое знаменитое, я вам уже говорила. В август, куда мы будем читать. На русском языке пишут свои работы. А есть казахский криминал? Нет. А вот у нас фантастика, криминал. Таких работ, как бы литература. Таких жанров нет. Единственное, есть писатель, который фантастика. Он работает у нас тоже в Казу. В нашем фаре. Вот он из советских времен. Ну, если вы попадете в нашу библиотеку. Ну, я по вашему библиотеку уже проходила. Я просто хотела переписать очень много книг. Оттуда, да? Да, 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 да. У нас что-то смотрела. Очень, как бы, литература у вас развивается хорошо. Чем у нас? У нас многие книжные вот эти лавки, да, очень много по истории. Очень много по истории. Например, если вели бы «Шелковый путь», вы можете весь стеллаж посмотреть. И на казахский язык, и на русском языке, и на всех языках есть. Если, например, «Петробик», да, у «Самашова» тоже была большая книга, да, то есть «Шелчая» или «Попугана», да, очень много по истории. Немножко вот это у нас литература, как сейчас именно казахская литература. Русла сейчас по-другому будет. Потому что я сама много преподавала на филологическом полу теоретической литературе. Я там историю казахского преподавала. Но, будто многие студенты, они, в основном, себя девушки, да, студенты. А для традиционного казахского общества вы знаете, что для казахских надо выйти замуж. Поэтому после окончания многие талантливые девушки выходят замуж. И как-то литература у нас не может быть. Но есть парни, два-три студентов. Вот могу доказать. Вот студент с кубакой. Если сто девушек, там, три-четыре мальчика. Это правда? Вот я его не преподавала, но я в детстве там, знаю, слабо, да? А основные писатели, конечно, мужчины же пишут, да? А мужчин очень мало преподавают. Зато тайсваки очень много. А если сто девушек, то у нас больше важнее. То есть такой художественной императрии, которая отражается в современную жизнь. У нас есть три шаги. Нет. 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 Но я понимаю, про что. Есть книга «Казахстан жилок», называется. Очень хорошая книга. Очень хорошая. Казахстан была. Путь в Казахстан. Очень интересная книжка. Во всех книгах я не могу крититизировать. «Казахстан» была самая прекрасная книжка, которую можно отдавать смело всем. Так что, а вы сами какую литературу читаете? Кроме вот этих там, как во-первых, да? Как вообще не читаете? Для меня это было интересно, потому что я тоже, ну, интересуюсь русской литературой, тоже английской, но мы думали, что там какие темы, какие темы… Ну, есть вечная тема… Это вечная тема. Ну, так нельзя сказать, что когда мы… Ну, это очень интересно, я не знаю, что я просто не знаю, что я не хочу вас вести за упражнение, что там… Да, я думаю, что я надпорываю это. Да, я надпорываю. Да, я надпорываю. Да, я надпорываю это встречу, тогда разрешите мне уже отдать, ну, это позволитем для призма жизни. Прошу гостю. Большое спасибо. Спасибо за интересное введение в проблематурную жизнь Советского Казахстана. Я думаю, что если вы это сделаете релик на минут 15 праздник, тогда будущая была дискуссия, но это… Я думаю, что как в следующий раз вы будете продолжать. Большое спасибо. Спасибо всем присутствующим. И до следующей какой-то встречи. Спасибо.